Без малого 40 тысяч экспертиз и исследований провели специалисты комитета за минувший год, подавляющее большинство в срок до 30 дней. Возможным это стало благодаря слаженной работе коллектива, к слову, существенно укрепленного новыми кадрами, а также постепенному материально-техническому переоснащению подразделений. Главное достижение в том, что мы обеспечили работу правоохранительных органов, работу следствия без сбоев, сроки расследования уголовных дел, ну и соответственно работали над оперативностью проведения экспертиз и их качеством. Знаковыми моментами 2016 года, на мой взгляд, является то, что мы в 2016 году смогли дооснаститься серьезным аналитическим оборудованием. Наркотики мы сейчас исследуем синтетически не только в Бресте, как это было ранее, но уже и в Барановичах и Пинске. В настоящее время в управлении комитета по Брестской области проводится 30 видов экспертиз. Они осуществляются как по постановлениям правоохранительных органов, так и после обращений граждан в частном порядке. Наиболее востребованное у населения – генетическая проверка идентификационных обозначений транспортных средств, а также определение степени тяжести телесных повреждений. Не оставляют без внимания в управлении и социальные вопросы. Специалисты регулярно проводят мероприятия с привлечением представителей подрастающего поколения. Цель у таких встреч различная – от профориентации подростков до профилактики правонарушений. Что касается Брестского управления, в целом на фоне общереспубликанском, оно выглядит неплохо. Считаем, что со своей задачей справляются. Мы чем можем, помогаем. Естественно, надеемся, что и в дальнейшем они будут на высоком уровне. Среди тем оперативного совещания – планы и задачи на год наступивший. Есть направления, которые требуют развития и материально-технического укрепления. Заниматься этим будут специалисты на всех уровнях. К примеру, особое внимание уделят совершенствованию пожарно-технических и компьютерно-технических экспертиз. Решаются вопросы о внедрении новых видов исследований. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.